7 марта ветераны боевых действий и вооруженных сил Российской Федерации пришли к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим при выполнении воинского долга, чтобы возложить цветы и помолиться о павших во время военной спецоперации. Панихиду совершил клирик Воскресенского подворья Троицы Сергиевой Лавры гвардии майор ВДВ в отставке протеерей Николай Кравченко. Ищем молимся Бога, храним и стране наши властей и воинствия, за тихой безмолвности поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Наша цель, наша задача, наверное, поддержать наши вооруженные силы, поддержать наших офицеров-солдат, которые с честью выполняют задачи, которые поставлены президентом при проведении специальной операции на территории Украины. И, конечно, отдать, в общем-то, дань уважения и погибшим нашим ребятам. Мы еще раз возвращаемся и говорим о том, что действительно мощь наших вооруженных сил сегодня, наверное, показывается в ходе проведения специальной операции. Наш долг и святая обязанность – помнить о том, что мы всегда кому-то мешаем. И каждые сто лет, а может быть чуть раньше, пытаются отхватить кусочек от России, от родной России. И пытаются нас уничтожить. Не дает покоя им Россия своей непокорностью, своими территориями, своими богатствами. Мы обязаны об этом помнить всегда. Мы сегодня пришли поддержать наших товарищей, поддержать наших граждан Луганской народной республики, Донецкой народной республики. Я хочу сказать, что это не первый раз. То есть мы одни из первых в 2014 году начали помогать гуманитаркой. Я и сам вот ездил, так сказать, удалось поездить, посмотреть, поговорить с людьми. Действительно страшные вещи происходят, и мы не можем оставаться в стороне. И вот сегодня мы пришли почтить еще память тех погибших наших солдат, которые выполняли свой воинский долг. Ну и вот, к сожалению, мне удастся вернуться домой и увидеть свои семьи. Я горд, что я русский. Я горд то, что я живу сейчас. То есть в это время, когда пусть я не там, но я здесь смогу помочь нашим воинам, поддержать их и словом, и делом. Ну вот у меня слезы на глазах, вот реально, потому что я как бы в свое время, 20 лет назад, переживал уже там, как бы был на войне, да, переживал вот то, что сейчас ребята переживают. Мы победим, я уверен, вот. И победим и там, и здесь. И Россия будет великой. Слава русскому оружию. Фашизм никуда не делся. Он за эти годы расцвел пышным цветом. Мы сейчас это видим. Против нашей общей родины применены, как они говорят, санкции из ада. Но как в 41-м году было сказано, что враг будет разбит и победа будет за нами, так и сейчас это тоже самое можно повторить. И как 6 ноября 1943 года в Москве был дан салют в честь освобождения Киева, так, я думаю, когда будет освобожден Киев, точно такой же салют, но, наверное, будет опять в Москве. Все повторяется. Мы должны верить в победу. Мы должны поддерживать руководство нашей страны и нашу российскую армию. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.